Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 февраля. Я вот три дня не выходила в интернет и на канал к себе. Накопилось очень-очень-очень много вопросов от зрителей на канале YouTube, потому что сейчас идут и первые посевы, у кого-то уже пикировка. И я сегодня постараюсь ответить на самые злободневные вопросы, а которые я считаю вот вообще супер актуальными, на те темы завтра сниму видео. Выходные, я уже говорила, у меня был внук три дня, пятница, суббота, воскресенье. Ничего не делала, не заходила ни сюда, ни на канал. Вот сейчас сижу, отмечаю вопросики, которые я прочла, которые я услышала. И сейчас отвечу быстро на те, которые можно ответить вот в режиме этого видео, ответы на вопросы. Но есть ведь ответы, которые не впихаешь вот в такое видео, в короткое. Нужно специально распространять такой, ну как более обширный ответ. Все, начинаем. Так. Вот этот вопрос будет снят в отдельном видео. Людмила Доценко спросила, что распекированные растишки стоят у вас в стаканчиках, вот которые я сейчас распекировала в 200 граммовые, до высадки в грунт, или еще раз переваливаете. Хватает ли им места? На эту тему я хочу очень подробно снять видео, рассказать, потому что ведь это зависит, все ситуации разные. В каких-то ситуациях они достоят в этих стаканчиках, а в каких-то я буду переваливать. Вот этот вопрос Людмила Бровкина спросила. Привикуром больше не надо рассаду поливать? Я тоже сниму отдельное видео, потому что вообще-то по инструкции там сказано, что двухкратное применение привикура дает полную гарантию, что растение не заболеет ни сейчас, ни потом. Но я избегаю второго полива, у меня свои причины, потому что у меня он драгоценный в дефиците. В этом году опять я заказала даже в этот садовый магазин, чтобы мне привезли две упаковки с большим сроком хранения, ну то есть свежего, с районного центра на будущий год. Вот сейчас позвонили через месяц, сказали, что привезли только одну, нигде на базах нет. И так что второй раз я и в прошлом году не поливала привикуром, наверное нынче не буду поливать, я поливаю хотя бы при посеве, я его очень экономлю, при посеве семян я поливаю. А потом уже, ну жалею, короче, жалко мне его. Так, это вот про стаканчики. Вот Виктория Богатырева тут написала много-много комментариев, несколько я сейчас прошлась, и пишет вот по поводу этого, по поводу тех редких коллекционных томатов, когда я сказала, написано нет русского названия, что значит нет русского названия, какая ерунда, есть я его озвучила, запишите, а тому, кто вам подарил, передавайте привет, ну томат шикарный, вообще мне он не нравится, когда в таком тоне люди и о других говорят, и ко мне обращаются. Я сейчас объясню Виктории и другим, когда там написано, человек привез из-за границы, в иностранных пачках, и у нее нет русского названия, она так и написала, нет русского названия, я так и прочитала, нет русского названия. Конечно, все можно перевести, все можно найти на Яндексе, но я этим еще не занималась, у меня не было времени. И вот в таком тоне говорить о людях, которые дарят мне семена для развода, конечно, мы все узнаем, там уже и зрители помогли, рассказали, как переводится, и все. У меня элементарно не хватает времени для того, чтобы пока что заняться переводом, описанием этих сортов. И вот заходить на канал, в таком тоне общаться, вообще не знаю, я уже сегодня одно, я прочитала комментарий, второй, третий, но, наверное, человеку делать нечего, вот так вот он, передавайте привет тому, кто подарил, вообще. Так, вот про снег, что у кого-то снега нет. Вот это же Виктория Бактарева пишет. Вы упомянули сорт козула, а какую именно козулу прислали вам? Их ведь много, я знаю, что они по номерам, но какой сорт мне прислали, вам, думаю, не очень, это важно. Буду выращивать, все потом расскажу. Так, вот Людмила спрашивает, если я в самокрутке сажу, а потом в семидольке, когда в землю по стаканам, можно так или ждать двух настоящих листьев? Но я улитки не практикую часто, я выращивала всего один раз и отказалась от них. Я как раз вчера сняла видеоролик, почему я не выращиваю в улитках, сегодня постараюсь загрузить. У нас, видите, проблема с интернетом, интернет очень медленный, сняла вчера, загружать буду еще и сегодня, и завтра, потому что очень долго загружается, по два, по три, по четыре часа одно видео. Видео 10 минут, которые я снимаю, я загружаю 3 часа. Про эти улитки я все расскажу, и тут я вам не советчик, потому что у меня нет такого большого опыта с этими улитками, не знаю. Написано, ждем видео после пикировки. Вчера вот и видео после пикировки как раз сняла, сегодня вот оно, наверное, загрузится. Вот вчера сравниваю сорта томатов опять. Какие сорта низких томатов? Пожалуйста, посмотрите предыдущее видео, все ссылки на видео о посевах, о сортах, есть в описании к видео. Зачем спрашивать, когда вся эта информация уже дана? Вы хотите, чтобы я вот вам лично прям все-все-все перечисляла сорта, все 50 сортов, которые я посеяла, вы понимаете, что это невозможно? И вообще личные консультации, очень подробные я не даю, у меня ведь тоже сейчас посевы, у меня много дел, я вот так коротко самые такие актуальные вопросы поднимаю, отвечаю, а вообще все есть в предыдущих видео. Кого что-то интересует, ну отмотайте немножко назад, я ведь сеяла совсем недавно, две недели назад, и все там рассказывала. Тут вот уже про томаты, про вяленые запеченные томаты, про прошлогодние мои заготовки. Так, казанова. Купила казанова, урожай такой же, как у вас, или даже больше. Я очень рада, что у кого-то получается урожай еще больше, чем у меня, для меня это вообще счастье. Ну, это опять про то же, что многие пишут рано сеять, Наталья Контова пишет, Господи, сеять рано, я сажала всегда в марте, высаживала в июне, урожай во второй половине, июля, августа, фитофтора, болезни и все. А я хочу в июле, в июне уже кушать. Спасибо. Вот про Добара ухвалепные слова. Про Марка, что помощник растет. Я всегда боюсь, я боюсь при нем порыхлить или полить, потому что уйдешь в другую комнату, он начнет повторять, и еще раз порыхлит, еще раз польет. Вот это самое страшное. Кошка и внук, они ведь все хотят повторить за мной, и я только хожу, за ними слежу в оба глаза. Так, как найти в Одноклассниках? Я не знаю, как ссылка у меня на страницу в Одноклассниках. Честно, я не очень образована, вот в компьютерном деле. Просто набираете. Правильно вам сказала Ирина Горшкова. Ольга Чернова, город Бейск, Алтайский край. Так, так, так. Вот про пикировку петлей. Понравилось многим, как там где-то пикируют петлю. Я вот все хотела попробовать. Тресеян соботя не оставила, но руки еще не дошли. Сегодня покажу вам, как выглядит рассада после пикировки. Ну, после простой пикировки. Так. Все смотрят, и у всех руки чешутся. Перец. Вот болгарский спрашивают, когда посев. Я первый сеяла 27 января. Следующий буду в феврале. Вот Елена Кобзарь пишет, а у меня 6 внуков, четверо ежедневно у вас. Ну, у них, то есть, это, конечно, сложновато, когда 4 внука бегают по дому. Вот все про перец, когда пикировать. Я сейчас объясню. Перец я сею сухими семенами. Я 27 посеяла. Он через 4 дня только взошел, в начале февраля. И когда ждали, вот Ирину Губку, по-моему, спросила, что я ждала, что вы 6 февраля распикируете. 6 дней от роду перец пикировать мне смысла нет. У него даже нет маленького первого настоящего листика. Я буду ждать настоящий лист. Им там сейчас свободно, они не притесняют друг друга. Вот, хотела на этом остановиться. Светлана Петрова пишет. А я сеяла на 3 дня позже, но у моих томатиков только 7 дольки. Так вот, смотрите, я показывала в первые дни, как они за первые дни быстро вырастают. Даже разница на 3 дня у таких крошечных, вот сеянцев, у новорожденных, очень большая. И еще, у нас бывает разница в условиях выращивания. Я когда жаловалась, что жарко для моей рассады, она прет вверх, очень быстро растет, ботяня вытягивается. Вот из-за этого, если ботяня вытягивается, то вот эти вот не вытягиваются, но они все равно делаются более такими здоровыми, мясистыми, облиствленными. И если у вас чуть попрохладнее, то они будут, конечно, немножко помедленнее у них будет вот эта вот зеленая масса нарастать. Ничего страшного. Если есть 2 семидольки, значит вырастет и все остальное. И не нужно стремиться вырастить рассаду вот с большой вот этой вот зеленой, вот такой копной, чтобы было много листьев, чтобы она там, это самое, это не самое главное. Я уже еще раз повторю, мы же добиваемся здоровую рассаду вырастить с усиленной корневой системой, а вверху она вырастет, потом и в открытом грунте догонит, если даже дома она мало у вас вырастет. Я наоборот радуюсь, когда они у меня маленькие, когда возраст у них большой, но сами они по размеру не очень большие. Тут вот опять скиньте ссылку в вашей странице в Одноклассниках. Я не знаю, как брать ссылку свою в странице в Одноклассниках, но не умею я. Так. Вот Мишель Франк спрашивает, скажите, что у вас за стаканчики, где продаются? У нас, не знаю, как в других городах, у нас есть по всему городу магазины, называются Пакетон, где всякие пакеты, целлофановые мешочки, вот эти вот стаканчики, контейнеры разовые под эти, ну, под еду, все-все-все, и там вот эти вот. Вот тоже человек, Татьяна, ленту для обогрева купила, хотят люди выращивать, пораньше получать урожай. Вот под какими лампами, Алла Михеева спрашивает, все это, конечно, есть, вот ей уже пишут, Ирина Юстус пишет, посмотрите, было в январе про лампы, и в прошлом году про лампы говорила, и нынче у меня обыкновенные лампы дневного света, есть видео, как-то примерно называется, какие светильники можно использовать для выращивания рассады, и вот сегодня, в этом году снимала, нужно ли обязательно фитолампу, или достаточно простого светильника, у меня эта тема очень хорошо освещена, поищите, пожалуйста, и все есть. Вот пишут, красивые толстоножки, да, рассада очень красивая, вся целенькая, и хочу сказать, что ни одного сеянца не погибло за это время, все хорошо. Вот Валентина Столбова, этот вопрос возникает очень часто, каждый год про девочек и мальчиков, не только про перцы, но и про томаты, правда ли, что сладкие перцы делятся на девочек и мальчиков, что семена у мальчиков лучше не брать, ну вы смотрите, если мы, которые семена покупаем, делает производственное объединение, я не думаю, что кто-то там делит на девочек и мальчиков, если вы берете где-то у частных коллекционеров, я тоже не думаю, что половину урожая они выбрасывают и берут только с девочек, а мальчиков выбрасывают, а мне, если честно, я ни для себя, ни для других, не рассортировываю ни на девочек, ни на мальчиков, ни перец, ни томаты, вы представляете, это какой титанический труд, чтобы весь урожай надо рассортировать как-то, как сказать, распознание вот это проводить девочек и мальчиков, я думаю, мало кто это делает, но мне в прошлом году писали, что выбирайте только девочек, у вас будут самые хорошие семена, но кто же этим будет заниматься, я скажу честно, я этим не занимаюсь и не вижу разницы, у меня вот этот вот вся масса семян, она и сушится, в общем лотке и потом хранится в одном пакетике и из этого же пакетика я себе беру на посев и когда я высеваю, например, 10 семян, ну они примерно одинаково всходят и я не видела, чтобы вот стоит ряд, например, 10, я посадила 10 кустов томатов и вот 4 куста хороший урожай, а 6 кустов, ну нету там, плохой урожай, что значит, это вот с мальчиков, обычно все кусты одинаково нагружены урожаем и мне кажется, что это все-таки немножко как легенда такая вот среди огородников, возможно, с девочек и лучше семена, как, ну кто проводил это испытание и кто это говорит, ну он бы назвал, например, сказал бы, я проводил полевые испытания в течение там 5 лет, это одна делянка была с девочек, другая с мальчиком, все бы это было зафиксировано, все такого нету, поэтому я к этому отношусь как-то, ну не очень серьезно, но опять же, я могу ошибаться, может быть, действительно с девочек лучше, но кто это проверит, это надо положить несколько лет жизни, чтобы точно удостовериться, правда это или нет, мне это не подходит, это очень большие будут трудозатраты и по времени вообще, как их рассортировать, сидеть, целыми днями на улице там, вот Татьяна Большакова пишет, до высадки в грунт когда-нибудь помидорчики росли более 80 дней, ошиблась, будет ли с них толк, я вам скажу так, вы посмотрите, пожалуйста, за прошлый год мои видео, и вот перед тем, как всем хочу дать совет, перед тем, как задать вопрос, вы хотя бы за прошлый год пролесните, все темы уже есть, я же не первый год, выращиваю, и на ваш любой вопрос есть ответ, конечно, у меня было рассаду больше 80 дней, иначе зачем бы я в прошлом году сначала сеяла в лоток, потом в 200 граммовый стаканчик, потом в 500 граммовый стаканчик, потом в 2-литровые емкости, а потом в 5-литровые ведерки, так вы думаете, сколько дней прошло, пока я всем этим занималась, но явно не 80 дней, чуть побольше, и поэтому, и вот опять же, в формате вот этого вопрос-ответ, вы как представляете, как я вам должна написать вот этот ответ, и там надо целую статью печатать, чтобы рассказать, да, вот это, вот это, вот это, посмотрите видео, на все вопросы есть ответы, да, я выращивала больше 80 дней, для этого нужны дополнительные перевалки, большой объем грунта, толк с них будет, но нужно попотеть, так, ботяня высокорослый, да, высокорослый, вот, Елена Ананина спрашивает, что пересадки средних высокорослых томатов мы прищипываем, это понятно, а штамбовые томаты нужно прищипывать корень, а чем отличается корень высокорослых и среднерослых, если мы хотим как такую хорошую корневую систему, густо разветвленную, что у высокорослых, что у средних, что у штамбовых, я вот прищипываю везде, потому что я заметила, если не прищипнуть корень, то он идет больше вниз, а боковые корни не развиваются, но вот сегодня, ну опять же, это смотря во в каком регионе, сегодня опять, я прочитала комментарий, что у кого-то нет полива, нет воды в садовом участке вообще, и с водой проблема, она говорит, мы специально не прищипываем стержневой корень, чтобы он залез в глубину туда, и добывал там для томата воду, поэтому вы перед тем, как прищипывать корень, вы подумайте, не в засушливом ли районе вы живете, если у вас вообще вода для полива, и если у вас с поливом проблема, то скорее всего стержневой корень вам будет намного полезнее, чем вот эти много боковых, которые будут в верхнем слое, в пересушенном, и томату будет плохо, тут же каждый должен как послушать информацию, но применить, как применительно для своих условий должен все это использовать, вот так, нельзя как бы по шаблону, по стандарту делать, что если вот он делает, например, я, то и я так буду делать, вы сначала подумайте, будет ли вам это удобно, будет ли вам это полезно, и так далее, вот, пока на ваших солдатиков любуюсь, только в марте сеять, куклята, так, вот дачница, у дачницы пишет, уже соскучилась по новым видео, бабушка все успевает, я думала, что в выходные отдохну от земляных работ, там от рассада, от всего с внуком, но внук вырастает, растет не по дням, а по часам, это оказалось еще сложнее, все игры у него активные, если он играет в ковбоев, я должна быть обязательно лошадью, надо скакать по этой пустыне, и потом притворяться, когда тебя убили, если в полицейских, то я там или бандит, которого нужно завалить, и там в войну, какие-то мины, липучки, если ты еще не сделаешь вид, что ты взорвался и умер, он обижается, что плохо я свою роль выполняю, это ужас, а дедушка у нас умный, уехал на рыбалку, он знает, он знает, чем это кончается, вот эти игрули такие, он же, ребенок не понимает, бьется все, маху, если уже борется, так не нажись, а на смерть, если солдат, вот как говорят, я бессмертная, ты должна умирать, вот, после внука, для меня, это, работа с растениями, это отдых, я так хочу, лучше попекировать, посидеть, вот, Ольга Колесник спрашивает, вспомнила, как вы перцы в теплицу пикируете, я так же с томатом и поступаю, по-другому, у меня места нет, так я не только перцы в теплицу пикирую, я выращивала, когда рассаду на продажу, у меня есть очень много видео, я низкорослые, толстоногие, в тоннели на улицу пикирую, а высокорослые пикирую в теплицу, потому что они более нежные, там в теплице более высота, не упираются они в потолок, так что я пикировала в теплицу, много-много лет, мне тоже это очень нравится, главное, чтобы они не переросли, это самая большая проблема, когда наступает весна, еще рано высаживать их в грунт, люди еще боятся покупать их, а у тебя-то они уже перерастают, и могут зацвести, и могут упасть, но я это рассказывала, падеж рассады, это самое страшное, лайки ставить не умею, я бы поставила 100 лайков, у меня такая же ситуация, я не только ставить лайки не умею, я даже не умею смотреть, где их ставят, так, 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 вот про монгольский карлик, спрашивает Тамара Брагина, он растет подушки, если поливать сверху, то можно намочить ботву, что нежелательно, посоветуйте из вашего опыта, вы знаете, я вот этих монгольских карликов, если честно, я же поливаю из шланга, простая вода, вот из шланга, из скважины у нас, я этот конец шланга, раз туда им, ну прям там, где корень, где основной ствол, в эту лунку, нальется, лунки делаю глубокие, прям глубокие, чтобы они были для полива вместительные, я туда наливаю, примерно, ведро воды, раз в следующую лунку, и вверху-то я не намачиваю его, и вот так вот, одному-то суну, другому, третьему, по ведру раздам всем, у меня всего было 5 или 6 лунок нынче, и поэтому с поливом никаких проблем нет. Вот Екатерина Фауст спрашивает, в одном из роликов про монгольский карлик, вы сказали, что посадите его в кашпо, где можно посмотреть этот эксперимент, этот эксперимент нельзя нигде посмотреть, я вам могу сказать на словах, что он растет в кашпо прекрасно, высаживала 2 монгольских карлика в одно ведро, также плодоносят, все прекрасно, но вы понимаете, что для того, чтобы посмотреть все эти мои эксперименты, это мне надо было все лето скакать с камерой по огороду, невозможно, мне же еще и работать надо, видеоролики это так уж сопутствующие, бонусы, в основном-то я работаю, и работаю очень много в огороде, есть, если время и состояние мое, когда есть еще силы, я снимаю, иногда бывает, вот у нас такие жаркие дни были нынче летом, думаю, что ли видео снять, то ли просто доползти до дома, в тень где-то прилечь, чтобы не сойти с ума от этой жары, снимала не все, так как видеооператора нет отдельного у меня, я сама не успеваю, вот Любовь Калинина говорит, так мама учила, посадила, 10 дней не трогай, это когда вот меня там распинали про то, что томаты после высадки в грунт, целую неделю нельзя поливать, что один раз надо очень-очень до грязи полить и поливать, опять же скажу, зависит, конечно, от регионов, но вот у нас, я тоже, вот как Любовь Калинина говорит, и меня мама так учила, и они так делали, и мы так делаем, прям вот до кашицы поливаем, и потом целую неделю или 10 дней вообще его не трогаем, точно так же, как сейчас при пикировке, один раз поливаем при пикировке, и неделю не трогаем, дайте корням укорениться, укорениться. Так, вот в Рае пишет, Оля, а где купить, что купить, не знаю, если или нет, я покупала у частного коллекционера, если вы имеете ввиду, у меня купить, смотрите видеоролики на тему заказ семян, недавно был ролик, заказы семян в феврале, сейчас люди, кто заказывают, в течение недели они получают, потому что сейчас нет ни путаницы, нет ни очереди, ни толкучек, ни пробок, вот сегодня сидим, завтра, наверное, сегодня или завтра будет партия отправлена, и все какие приходят, мы сразу их, так что купить можно, но там надо на почту обращаться, вот, смотрите, Наталья Стручковская, это видео я тоже вынесу, ой, вопрос вынесу в отдельное видео, про закаливание томатов, если в неотапливаемой комнате, выращивать, будет ли это закаливаемым или нет, я считаю, что нет, потому что закаливание, это не только низкая температура, это и солнце, это и ветер, это и перепады температуры, вот эти дневные, ночные, я потом подробно расскажу, но комната, это комната, а улица, это совсем другое, у нас закаливание, не только низкая температура, Елена Игнатова спрашивает, вышлите мне любимый праздник, оплату гарантирую, любимый праздник выслать не могу, потому что это очень популярный сорт, и нынче, люди, видать, его раскушали, распробовали, нынче в самых первых заказах, вот, которые были в августе, по многу, и по 40, по 60, по 100 семян этого сорта заказывали, потому что почему-то в магазинах найти его невозможно, я в этом году хотела специально, когда он у меня кончился, думаю, куплю у нас в магазинах в пачках, и тому, у кого не хватило моих семян, буду просто вкладывать эту пачку семян, и высылать, но я тоже не нашла в нашем городе любимый праздник, хотя это сибирский сорт, он у нас всегда был, сейчас что-то случилось, его как-то разбирают быстро, или что, поэтому я выслать любимый праздник не могу, и у меня в планах нынче посадить побольше любимого праздника и пудовика, люди распробовали, и вот эти сибирские сорта, которые и неприхотливые одновременно, и крупноплодные, и вкусные, в них сочетается вот эти все, очень удачное сочетание и крупноплодности, и неприхотливости, и они не высокорослые, они не индетерминатные, их разобрали в первую очередь, люди поняли, вероятно, что не обязательно индетерминатный сорт, надо выращивать, чтобы получить богатый урожай и крупный плод, нету, так, так, вы говорили, что холодные, ой, ну 20 градусов, переживаю, что холодные после пикировки, но 20 градусов, это не холодные, я не считаю, что при 20 градусах томаты простынут, ну не знаю, если боитесь, не сейте в теплое место, что я тут могу сказать, я не могу вам приказать, что нет, не убирайте, тут каждый, мне кажется, сам должен попробовать, и понять, этот способ посадки под кол, самый удобный, а, ну это я весной показывала, как я колом дырочку делала, и очень глубоко заглубляла, эти, рассаду высокорослых, чтобы они пониже были плоды, так, про капусту, капусту еще рано, даже говорить пока не буду, попозже начнем про капусту, так, оранжево-красный, это какой цвет, не пойму, помидор будет оранжевый или красный, ну вам же написали, что оранжево-красный, я не знаю, что там на пачках написано, у меня давно уже нет пачки джина, я даже не помню, какая она в описании, так, 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 ну, ну, Фариса Базарова пишет, что раньше пикировала маленькими, видимо, в общем, сырую землю, все пропадало, но у меня после пикировки до сих пор, я ни разу не поливала, буду выдерживать, ну, это, не знаю, как назвать, Ним-Ним, Ольга, вы правы, надо есть зрелые плоды, даже у меня, живу во влажных субтропиках, несмотря на тепло осенью, порой в ноябре до 22, перцы не вызревают до биологической зрелости, это я о том, что зачем мы сеем рано, хочется ведь и перец, чтобы он вызрел до биологической зрелости, чтобы не есть эту зеленую траву, где купить семена помидоров в ферме Сибирский сад, я не знаю, мне кажется, у нас она продается во всех магазинах, можно прям к ним, у них есть, наверное, какой-то интернет-магазин, я не знаю, я вот хожу в свой магазин и все, вот этот вопрос тоже Мишель Франк задает очень часто, каждый год в одну лунку идут два томата одного сорта или можно разного высадить, я высаживаю только одного сорта, потому что мне так удобно, потому что мне нужно сохранить их, ну как, не забудется в сортах, если это идет один сорт, значит он один, потому что я собираю семена, но люди пишут, что высаживают и разных сортов, высаживают один эндотерминатный, а с южной стороны детерминатный, который ильдар скороспелый, который не мешает, и который можно потом в конце лета удалить, а один мужчина наоборот пишет, что я высаживаю эндотерминатный, но разных цветов, и получается очень красиво, они вот вместе все переплетаются, эти растения там, ну на одну опору, и висят плоды разного цвета, сказочно, выглядит красиво, ни разу так не пробовала, ну оказывается можно и разных сортов, я не пробовала, не знаю, но люди пишут, что выращивают. Вот Наталья Стручковская, как я храню семена много лет, что вот в поликленовых зип замок, чтобы не попадал воздух, спрашивает, так они дышать-то как-то должны, ведь они же живые, ну допустим они в это время не живые, они у нас как, можно сказать, в кому впавшие семена, когда их пересушат, и когда наоборот, вот некоторые производители, наоборот, стараются их до такой степени засушить, чтобы они были, ну как в литургическом сне, чтобы они не, если будет поступать воздух, воздух у всех разный, если у вас дома повышенная влажность воздуха, это может быть уже такая, как стимуляция к прорастанию, семян, у некоторых портятся семена, только из-за того, что повышенная влажность, тепло, они вроде как чувствуют, что уже пора сходить, я не знаю, я скажу так, сколько покупаю фабричных магазинных семян, все они, почти все, вот, закрыты, в полиэтиленовых упаковочках, на зип замках, или плотно, в вакуумные упаковки, в фольгированных, вот в этих, или в каких-то прорезиненных целлофанах внутри, я не думаю, что туда поступает воздух, что они там дышат, однако же они все всходят, и в это время они не очень-то живые, они лежат 2-3 года в одной и той же паре, я вот всегда в таких, в полиэтиленовых с зип замками храню, через 7, через 8, через 9 лет, они все равно всходят, значит такой способ хранения имеет место быть, боитесь, что задохнуться, делайте бумажные пакеты, это же у каждого свой метод, вы можете выбрать вообще хоть что угодно, можете их проветривать каждый год, и туда какое-то поступление воздуха им делать, раз вы думаете, что им нужно дышать, я не думаю, что они так засушены, что они дышат, ну может и дышат, я не прислушивалась, есть там дыхание или нет у них, опять туда потому, сколько метров теплица, сколько вы высаживаете туда рассады, 3 на 8, 24 метра теплица, высаживаю, если с детерминатными, в смешанные посадки, 140 иногда даже, если только индетерминатные, 120, 110, где-то так, уплотненная схема посадки, по 2 в 1 лунку, Александр пишет, в земле трипсы, приглядитесь, не знаю, может у меня зрение плохое, вроде ничего там не шевелится, а это белое, такой как налет, это я же золу добавляю, и сейчас, когда земля высыхает, вот эта белизна выступает, это от золы, не знаю, какие трипсы, но может и есть надо посмотреть, и вот про ссылки, почему я ссылки удаляю, пишут, по ссылкам, конечно, нельзя переходить, опасно, каналы воруют, не только каналы воруют, но если вы зайдете на какой-то непроверенный сайт, можете сами вирус подхватить, поэтому я не советую вам сюда ссылки выставлять, я удаляю, и не советую вам самим по ссылкам, по неизвестным, куда-то ходить, если вы хотите какую-то информацию до нас донести, просто напишите словами, например, есть такой-то сайт, название словом, и человек найдет в поисковой строке, и сам найдет, ну как, сам посмотрит, так, вот Валентила Лаврова пишет, когда называете сорта, говорите, можно ли их сажать два, в одну лунку, но я сразу скажу, что я индетерминатные, почти все, пробовала высаживать два в одну лунку, про то, какие не высаживаю, было специальное видео, это те, которые очень мощные, очень такие, как клубничное дерево, вот такие прям здоровые, которые, а вообще все можно высаживать два в одну лунку, это смотря сколько вы отступите между этой парочкой, какое расстояние будет до следующей парочки, так, купить семена пудовик, у меня уже нет, сразу говорю, про всходы с семенами на голове, вот Лариса Казимировна, в прошлом году было видео, уже в этом году было видео, найдите, пожалуйста, видео по этой теме, и смотрите, тут несколько причин, или сухой, недостаточно увлажненный грунт, или мелкая посадка, недостаточно заглубленная, или плохое качество семян, перезвоню, или плохое качество семян, очень много причин, и опять же, вот в формате вот этого видеоролика, ответы на вопросы, я не могу вам это все рассказывать очень долго, так, про сибирские бананы, вот про сорт, тла, тла, колула, неприхотливый, вкуснющий, так, кому-то, опять пишут, кому-то петруша очень понравился, кому-то петруша кто-то не смог вырастить, ой, Татьяна Мухина спрашивает, Ольга, можно узнать, какой регион представляете, я, потому что я очень часто говорю, что сибирский регион, Алтайский край, город Биск, и я почему-то, ну, мне все кажется, что все уже знают, иногда не повторяю, иногда просто забываю, но это тем более видео старое, еще прошлогоднее, но если бы вы посмотрели, вы бы узнали, что я живу в сибирском регионе, так, это вот про те сорта, Елена Теркулова пишет, вот когда я рассказывала про посев редких коллекционных семян, пишет, хочу все, этот сезон не начался, а я уже мечтаю о новых сортах, это болезнь, но как-то не хочется выздоравливать, здоровья и огромных урожаев всем огородников, вот на этом я закончу, я полностью согласна со словами Елены, что выздоравливать не хочется, забываешь и о своих болезнях, и обо всем, вот сейчас опять, когда я говорю, многие видят, что я и кашляю там, и немножко перехватывает дыхание, и тот, кто только что пришел на канал, ну, есть люди такие беспардонные, многие пишут, бросайте курить, кашлять не будете, ну, все такое, мои старые зрители, постоянные, все знают, что у меня астма, и вот сегодня тоже я прочитала комментарий, спрашиваю, что у вас астма, у меня тоже, я вот живу на лекарствах, я более 15 лет живу только на ингаляторе, без ингаляторе я существовать не могу, но когда я начинаю заниматься растением, огородом, я забываю об этом точно, и вот это вот, именно занятие огородом, стало моей палочкой, вручалочкой, потому что я уже говорила, когда закончила официальную такую свою деятельность, у меня там не только астма, у меня было очень много болезней, сейчас я стабилизируюсь, и я не забываю, ой, я даже не вспоминаю об этой астме, пока вот такие вот, зрители очень внимательные, не начинают, а что вы так, одна даже написала, я вчера прочитала, ничего, она когда рекламирует свои семена, даже кашляет, забывает, то мне вообще это интересно, во-первых, я семена никогда не рекламирую, я никому не говорю, покупайте мои семена, у меня такое минимальное количество, что даже не хватает всем желающим, но почему-то все равно находятся такие люди, которые думают, что я и видео снимаю, только чтобы рекламировать свои семена, и вообще все, все, все другое, вообще вся моя жизнь направлена на то, чтобы продать вот это количество семян, которые я могу продать и без рекламы, все, так что будем лучше болеть вот этим, как там, томатозависимыми будем, болеть огородными болезнями, зависимости от огорода, не будем выздоравливать, всем тоже желаю здоровья и огромных урожаев, всем-всем огородникам, пожалуйста, если кто-то замечает, что я кашляю, что я не так дышу, что-то у меня не то, не надо мне давать советы, бросать курить или еще что-то, я не курю, успокойтесь, за здоровьем за своим слежу, и давайте обсуждать не мое здоровье, как в прошлый раз говорю, внешность обсуждать здоровье, это не нужно, мы здесь собрались, чтобы говорить о растениях, у всех есть свои болячки, заостряйте внимание на своем здоровье, я со своим здоровьем пока что в согласии, все у меня нормально, все, до свидания. Сезон не начался, я тоже мечтаю и о новых сортах, и о новых каких-то ощущениях, о новых методах выращивания, я хочу вот сейчас, если получится сделать теплицу с подогревом грунта, у меня уже другие мечты на следующий год, если хорошо все выйдет, а почему бы не сделать подогрев грунта в открытом грунте, вот где я в тоннелях выращиваю, это было бы вообще шикарно, представляете, высадишь рано, откроешь эту пленку, в Сибири люди только высаживают в июне, а у нас хоп, и уже красные помидорки, вы смотрите, что делает, от кошки закрылась, она теперь скребется ко мне, Надюшка хочет тоже дать интервью, все, до свидания, всем-всем-всем здоровья, хороших сеянцев, удачных поселов, и конечно богатых урожаев.